Здравствуйте! Вы находимся в моем маленьком мире. Меня зовут Юра Ра. Желаю всем добра и хочу показать вам то пространство, которое греет мою душу и будет развивать людей. Юра, привет! Очень рада знакомству. Спасибо, что пригласил нам в гости. Да, кстати, теперь съемочная группа Первый Вегетарианский ходит в гости к известным вегетарианцам. Сегодня вам будет интересно. Ну что, показывай все. Пойдемте. Наверное, каждый из нас смотрел мультик. Смотрел мультик «Аватар». И в этом мультике было 4 стихии. То есть у нас сейчас вот это, если вы помните, было такой, вот у нас стоит принц Зуко. Ой, это наш знакомый принц. Влад, привет! Да, это замок огня. То есть мы сделали пространство, где человек может прокачать сразу несколько стихий. К примеру, если мы возьмем стихию огня. Пойдемте, я вам покажу, что такое стихия огня. Очень интересно. Это то, что касается спорта. И то, что касается спорта, у нас очень много. У нас здесь есть такой здоровый загородный антифитнес. Анти? Антифитнес, да. Это шины, это молотки, это канаты. Кстати, если хотите, я могу немножко продемонстрировать, к примеру. Наверное, все это знают. Очень хотим. Когда мы занимаемся в спортзале, что происходит? В спортзале нету кислорода, а мы занимаемся. Заниматься и тренироваться нужно на воздухе. Поэтому в этом пространстве порядка сорока видов спорта, оно очень такое, скажем так, глобальное. И рассчитано на то, чтобы мы, когда занимаемся спортом, мы становимся детьми. Мы развиваемся, расслабляемся. Вот когда мы расслабляемся, мы переходим на другую стихию – это воздух. Это поэзия, это философия, это интересные всякие практики, это рисование, это танцы. То есть мы начинаем заниматься творчеством. То есть мы учимся в динамике по максимуму развиваться. И то, как мы сидим целый час, а потом целых 15 минут бегаем. Мы наоборот бегаем и тренируемся, а потом 15 минут сидим и хорошо все усваиваем. Смелее, больше, выше. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А теперь попробуй двумя руками. Она не хочет дышить. Вот, молодец. Вот так. Ой, это не так просто, как казалось. Видишь, как море. Класс. Ну вот это купольное сооружение меня уже издалека заинтересовало. Потом будет то, что касается творчества и все прочее. Здесь будет банька или что это будет? Нет, у нас баньки. У нас в этом доме есть свое озеро. Оно очень большое и там стоят именно дома на воде, как вот мультики Аватар. Класс. Я вам сейчас тоже покажу. Вот это наше озеро. Оно чистое, лесное. Здесь даже живут андатры. Здесь несколько сортов рыб. Белый амур. Его никто не ловит. Все вегетарианцы. И никто не кушает. Что я хочу сделать? Я хочу поменять тенденцию отдыха. То есть, у всех отдых он типичный. Я хочу, чтобы люди приезжали сюда. Те, кто не курит. Те, кто не пьет. Те, кто правильно питаются и развивались. Они занимались спортом. Они знакомились. Они танцевали. Потому что я, как человек, который в свое время отдыхал, я приезжал и в этих отелях очень черный, очень красный. Я не мог себе найти место. И поэтому, когда мир не радует тебя вокруг, создай мир вокруг себя. Собственно говоря, поэтому этот маленький мир. Я, друзья мои, приглашаю всех тех осознанных людей, которые хотят просто познакомиться, позаниматься спортом. Ведь в движениях мы раскрываем себя. В движениях мы находим себя. И чтобы люди могли общаться среди таких же людей. Здесь у нас будет постоянно вегетарианская кухня «Рафэмили». Пойдемте. Юра, можно заглянуть в холодильник к вегетарианцу, к главному вегетарианцу «Рафэмили»? Ну, здесь просто не только вегетарианцам можно заглянуть. Здесь у меня живут даже много народу. Ну, посмотрите. Я просто к тому, что здесь для вегетарианцев, может, они что-то увидеть, скажут «А, это не вегетарианская, это очень плохо». Ну, я здесь пока ничего не вижу, не вегетарианская. Я вам могу показать, если хотите компромат. Вот есть ворог, к примеру. Чеснок, мед, масло. Так, у нас просто отдельная рубрика есть в новом формате. Нет, нет, мы можем смело заглядывать. Просто здесь живут в этом доме не только вегетарианцы. Здесь живут и люди, которые приезжают ко мне в гости, если они хотят поесть что-то другое. То есть это для всех, так что не пугайтесь, друзья. Да, конечно, они могут положить в холодильник или в морозилку и приготовить. Здесь вас не будут осуждать сильно, если вы лучше решите поесть курочки. Нет, у нас будут осуждать сигареты и злодакой. Если человек переходит до вегетарианства и потихонечку на пути, мы должны ему помочь, а не выгонять его. Поэтому, ребята, если вы не можете быть вегетарианцами, не беда. Будьте собой и, самое главное, будьте хорошими людьми. Красота просто. У вас тут заведено босиком даже по улице ходить, как в Индии. У нас, если вы посмотрите, там покажу еще несколько домов, у нас везде газоны. И здесь во времена Сталина были исследования. В Менделеево находится филивал археологического института Москвы. Здесь самая чистая вода и самая чистая экология. Поэтому я это ценю. Во-первых, здесь тихо. Во-вторых, здесь родниковая вода в озере. У нас из-под крана течет родниковая вода. И мы пьем ее. Класс. Поэтому я хожу здесь босиком и всем желаю, скажу, выругаюсь, снять презервативы с ног и ходить босиком. Да. Ну я пойду колодки тогда сниму потом. Да, да, да. Походите, нет, походите, походите. Саш, сними, тут человек уже засними. Он заразился. Да, реально походите по травке и по росе. И почувствуйте связь с землей. Поэтому я хожу босиком и я не мерзну. Даже зимой. Да. И купаюсь на озере в любую погоду. Почему? Когда вы ходите босиком, вы не теряете связь с землей и у вас постоянный огонь внутри. Поэтому зажигайте свой огонь. Приятного аппетита. Благодарю. Давайте. А с чем эта каша такая красивая? Тыква, пшено, кокосовое молоко и мед. Самое главное, когда ты просыпаешься, не кушать. Почему? Когда ты просыпаешься, организм требует очень много движения, чтобы токсины вышли. Я просыпаюсь в 6 утра и максимум, что я делаю, это немножко пью чай. Потом я занимаюсь спортом, разные практики и я завтракаю только в 11 часов. То есть первый завтрак это 11 часов и тогда получается то, что у тебя организм полностью очищается. Потому что когда мы проснулись, нам нужно куда-то на работу, вы забили желудок, побежали. Мы не дали саму желудку первое разогреть кровь, проработать. И это как, представляете, труба, на которой накапливается куча гари, а ее нужно прочистить. И когда вы прочищаете трубу, у вас начинает организм работать по-другому. Поэтому у меня есть определенные особенности, это в свое время и в спорте, и все. Это связано очень с питанием. И самое главное питание – это эмоции. Когда вы играете во что-то, что-то делаете, у вас эмоции как в детстве. Вас кричат, иди кушать, ты говоришь, не хочу. И самое странное, что ты сыт. В Дьюрск, подскажите, пожалуйста, вы довольно обеспеченный человек. Есть люди, тоже бизнесмены или какие-то чиновники и так далее, которые все время берут, берут, берут и не отдают этому миру. Я не говорю о какой-то благотворительности, о каких-то положительных моментах жизни, дающих радость человеку, обществу в целом. А вы, допустим, как-то пытаетесь развиваться в этой области. Я ребенок, который задержался в этом состоянии, как в этом мультике «Аватар». Я создаю те вещи, которые я вкладываю в миллионы долларов и ничего не получаю, просто развиваю людей. Зверек-рассомаха, да? Угу. Он маленький, а территория 600 километров. Вот у меня много чего есть в разных странах. Я бегаю, 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 я просыпаюсь, я знаю, кто я, но не знаю, где я проснулся. Посмотрите на людей. Они просыпаются, они не знают, кто они, но зато знают, мы проснулись в нашем доме. А кто ты? Ну, мы проснулись. Ну, дружище. И ты есть то, что ты создал ко всем, у кого много денег. И сколько у тебя денег, а что ты создал для мира? Расскажи о себе. Все мы ходим по кругу, поклоняясь судьбе. Можешь рассказать о себе. Да, у меня много стихов. Потрясающе. Еще и поэт. Представляете? Ну, стихотворение очень хорошее, как можно задать тон человеку. Я один раз общался с девушкой, у которой еще большие деньги. Она что-то выпендривалась. Я посмотрела и сказала, светишь или отражаешь? Делишь или умножаешь? Любишь или позволяешь? Жизнь живешь или жизнью ты играешь? Судьбой, дорогой весело шагаешь? Не думай, и себя познаешь. Мы слишком много думаем о других. Мы слишком мало делаем сами. Действуйте. Сюда? Ух ты, это можно сюда спускаться по канату? Нет, там есть проход, просто хочу, чтобы отсюда сняли. Это зал для стритбола и для сквоша. Юр, ну я видела твой челлендж «Даеш его пендреж». Спуститесь, пожалуйста. Туда? По канату. Я там спускался по канату? Нет, но это в формате челленджа. Давайте. Класс. Так, поэтому, если хотите, мы можем кто-нибудь играл в сквош? Нет, но я хочу научиться. Хотите попробовать? Да. Тогда проходите внизу и попробуем. Супер, спасибо, что не заставили лезть по канатам. Ух ты, божечки мои. Где это мы? Ну, надо же, я не такая уж. И маленькая я до потолка достаю. Смотрите, легко. Ух ты. Марья, здесь правило очень простое. Это примерно как большой теннис. Мы берем мячик, мы берем мячик. И человек, он подает, к примеру, вот отсюда. И я подаю. Правила очень простые. Одно касание мяча. И ты должен отбить вот над эту линию. Линию. И я потом должен отбить. К примеру, это делается так. Я сейчас поиграю сам с собой, чтобы ты поняла. Вот смотри. Я подал. Подбежал. Ух. То есть, это игра, ты можешь играть бам-бам-бам-бам. Прямо как сражаешься. Круто. Поэтому я бью, ты отбиваешь. Так. А как подачу еще раз? Сразу в стену целиться? Куда? Подача идет силой над вот этой зелененькой линией. Просто вот. Кидаешь и просто. Слышь. 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 Воу. Я в потолок. Гораздо легче. Подавай. Я отобью. Подавай, подавай. Потом киняю в потолок. Беги. Беги. Давай я попробую отбить. Я подаю, а ты должна отбить мой мяч. Давай попробую. Один розовый. Смотри. Нет. Не получилось. Проскочил мяч. Давай, смотри. Давай, отбивай. Все сейчас спят. Мы попали в тихий час. Дело в том, что когда люди приезжают на два дня, и когда просыпаются рано, они очень много двигаются, потом очень много философии, и вы же выключаете айфон, когда слишком много информации, чтобы он перезагрузился. Также людям нужно выключить голову. И поэтому очень полезно, когда вы днем находите 20-30 минут и просто-напросто перезагружаетесь. У вас получается не два дня, а четыре. По ощущениям. Юрий, я знаю, что ты еще и записываешь свои сны уже много-много лет. Да. Зачем ты это делаешь? Есть три стадии сна. Первая стадия сна, когда нам снится всякий бред, всякое чушь, что мы боимся нам сняться в страхе. Когда вам снятся в страхе, вы просыпаетесь и решаете их на тонком плане. В реальности они к вам не придут. Это уже вторая стадия. А третья стадия осознанного сновидения, когда вы во сне сами создаете события своего будущего и сами строите свой мир. То есть просто в основном люди, когда они записывают сны, они находятся на первой стадии. Им снится всякая чушь, они не управляют. А все события возникают не тогда, когда возникают. Они возникают до этого. Если человек попал в беду, он попал в беду не в тот момент. Беда формировалась очень долго. И момент X, начало этой, он был далеко до этого. И поэтому, что нам дается во сне? Мы расслабляемся. Когда человек расслаблен, у него красивое лицо, чистая душа. Когда человек напряжен, не проходит энергия через его напряжение. Главное быть расслабленным. И поэтому сны – это подсознание. Там вся информация, что нам нужна. И из этой бездны мы обязаны черпать информацию и вспоминать наше воплощение. Вспоминать наше естественное предназначение. Расскажи о своем первом самом чуде, когда ты понял, что нужно записывать сны. И что произошло? А первый какой-то эффект от такой практики? Первый эффект – это эффект, когда я обнимал деревья, мне было лет 14. И пришел так и глаза. И у меня перед глазами был черный квадрат. И мне внутренний голос говорит – задавай вопрос. И я задал вопрос – кто я? И в ответ я увидел солдат, которые сидели в белогвардейской форме, смотрели на костер. Я не видел себя, я видел измученные лица людей. Может быть с утра бой или еще что-то. Они сидели и каждый думал о своем, смотрел на огонь. И вот мне, которая не видела себя, она видела окружение. Искра попала в глаз. Жуткая боль, я открыл глаз. И лежал мой друг, который задал мне вопрос, а я в этот момент отключился. Я ответил ему на вопрос, и у меня жутко болел глаз. И думаю – что такое? Что за чушь? Мы на Руси хотим два раза, чтобы нам показали чудо. Мы же не верим с первого. Тогда я зажкал глаза, увидел черный квадрат. Я говорю – еще раз хочу. Второй раз мне показали так, что ожог заживал две недели. На глазу. Физически. Настоящий. Да, я испугался. Я подумал, что это такое было со мной. Это вроде сон, а вроде и не сон. И я понял, что если не буду контролировать свою энергию, которая мне дана, она меня убьет. Я стал записывать с ней, чтобы все было хорошо. Юж, спасибо за такой совет. Я начну записывать с ней. Ну а пока отпускаю на тихий час. Ну а пока тихий час у нашего героя. Мы познакомимся с жителями этого прекрасного пространства, смотреть, что они творят. Я баланс не сразу ловлю. Ребят, привет. У вас тут что, тихий час? Да. А почему не спим? Что это у вас такое красивое? А вот у нас тут женщины. Мы девушкам проиграли в карты. Серьезно? Это так в карты проигрывают здесь. Представляете, какой уровень. Ну что, давайте, ребят, по чуть-чуть. Все, слазим? Да. Хочу познакомиться вообще. Кто сюда приезжает? Как зовут тебя? Привет. Меня зовут Алексей. Привет. Сам я из Киева с Юрой. Знакомый уже пару месяцев. Был у него на ретрите на Бали. И до такой степени понравилось, что сейчас я приехал просто на уикенд. Такой уикенд в Подмосковье. Ночь-ночь в дороге. Сейчас я здесь вместе с ребятами. Акра-йога и остальные практики. И в воскресенье опять обратно в Украину. Так что всем привет из Украины. Ты вегетарианец? Все свои тут, все наши. Именно поэтому, я думаю, сюда и приезжают. Не только за практиками, за всем остальным. Сюда приезжают за новыми знакомствами. Для того, чтобы окунуться в атмосферу людей, которые, я считаю, будут составлять будущее не только России, но и Украины, Беларуси. И вообще очень хотелось бы, чтобы всего мира. Как вы сюда попали, расскажите. Юля, я приехала из Питера уже третий раз с Юрой и отдыхаем. Это всегда, ну, всегда такое классное детское приключение и погружение в мир, где вообще все, вообще вообще возможно. Такая детская и юношеская безалаберность происходит. И здесь, конечно, ну, душа отдыхает. Редактор субтитров А.Семкин Юр, ты говоришь, что для того, чтобы достичь успеха, нужно уметь расслабляться. Поделись вот топ-3 способа, как быстро расслабиться. Как это делаешь ты? Очень просто. Взаимодействуйте со стихией. Когда вы плывете в воде, скажите себе так. Я есть вода. Вы на 90% состоите из воды. И когда вы в воду входите, как в свой дом, вы расслабляетесь. Потому что в воде информация позитивная на созидание. Представляете, сколько в воде водорослей, рыб, какой жизнь. И эта энергия родит и животворит. А вы в себе зажарились и какие-то проблемы гоняете. Будьте водой и пускай ваша вибрация, она будет подобна этой вибрации воды. И вы начнете творить чудеса. Самое главное не ассоциировать себя с своими страхами, а идти к природе как себе домой. Мне помогает расслабляться вода. Второе. Мне помогает расслабляться простое слово. Спи на. Я сплю на спине в лесу. Когда вы спите на спине в лесу, вы набираете силы. Это богатырские практики. Раньше богатыри перед боем спали на спине. Они впадали в медитативное состояние. Вставали и всех побеждали. Поэтому, когда очень много стрессов и всего прочего, вы просто спите на спине. И третье. Это выйти из ситуации. Когда вы напряглись и на вас накатилась ситуация, как целый ком, который вас готова задавить, присутствие в игре сужает сознание. Поменяйте роль деятельности. Когда все плохо, идите играть в баскетбол или футбол или в волейбол. И забудьте про это. И когда вы придете, вы решите проблему. Когда вы подходите к ней близко, вы не видите. Когда далеко, она растворяется. Будьте далеко от своих проблем и попытайтесь забыть про них, чтобы потом увидеть их с другой стороны и решить их набравшую энергию. Вот топ-3. Запомнили? Сейчас мы, я так понимаю, идем. Да, сейчас мы идем в танцы. Это тоже очень хорошая практика для расслабления. Потому что, когда вы танцуете, ваша энергия, она с ног движется к верху. И у вас состояние эйфорийное. Потому что танец – это маленькая жизнь. Ивановка переп direct. Идите, пожалуйста. Ивановка в танце. Идите, пошли что-то. Идите. Идите, чтобы проходить, опять вперед пойдете. А гонеть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok